Музыка Марина Геннадьевна, скажите пожалуйста, какие первоочередные задачи вы ставите перед своим комитетом на этот год? В первую очередь я хочу сказать, что состав комитета обновился на одну треть предыдущего состава. То есть сейчас у нас укомплектованы и начальник строительного отдела, и главный архитектор комитета по городскому хозяйству, и взяты на работу два грамотных сметчика. И естественно, с таким составом, конечно, нам надеюсь, что будет легче работать, более грамотно, потому что даже вот эти два месяца, которые мы проработали, дало хороший результат. В части и пересмотр смет, которые ранее были составлены предыдущими исполнителями, и проверка объемов работ, в части касается ремонта дорог. И вообще очень большая работа даже за эти два месяца переделана именно по направлениям, таким первоочередным, которые у нас в городе актуальны. Это ремонт дорог, это ремонт детских садиков, это ремонт кровли школы номер 4, это и планирование работ по ремонту дороги на Кукуевку, именно по садоводческому товариществу. То есть, работу комитета очень много, задач главой муниципального образования поставлено очень много, и будем стараться по мере возможностей, умений и стараний все это исполнять в высоком, хорошем качестве, чтобы не подвести ни главу муниципального образования, ни себя, ни населения. То есть, и ждем, конечно, поддержки от населения, не только критику, ну и критику мы принимаем тоже, но критику здравую, грамотную, не ставящую палки в колеса, не заставляющую заниматься глупыми переписками. Если есть вопросы, лучше прийти и напрямую спросить. То есть, мы всегда открыты, мы всегда готовы, наши специалисты, я лично готова принять любого человека с его проблемами и его чаянием. Сейчас очень активно развивается туризм Смоленской области. Вы видите какое-нибудь туристическое будущее для нашего города? Мы несколько лет назад разрабатывали проект освоения лесов. То есть, вот эта территория от скалодрома до санатория-профилактория Лесная поляна, прибрежная полоса. В проекте в этом заложены кластеры развития туризма. То есть, это начиная от эконом-класса и заканчивая бизнес-классом. То есть, это и платная рыбалка, и устройство бунгал, и устройство этих костровищ для более грамотного, более не вредящего лесу проведения досуга нашими жителями. То есть, вот в этом направлении мы, конечно, поднимем этот проект и возобновим работу, потому что уже были обращения от инвесторов по поводу освоения прибрежной вот этой территории. Были также обращения по поводу приведения в соответствии с законодательством пляжа, который возле стенки. Но это вопрос пока еще в таком подвешенном состоянии, потому что очень жесткие условия для организации пляжа. То есть, не каждый инвестор готов тратить такие деньги на обустройство пляжа. Потому что пляж — это серьезное мероприятие, это большие-большие вложения должны быть. И в первую очередь, огромная ответственность инвестора по организации этого пляжа. Ну, то есть, вот в этом направлении работы. Существует генеральный план для развития Десногорска. Как он корректируется в связи с кризисом и изменением во времени? Мы работаем с генеральным планом. То есть, у нас утвержден генеральный план, утверждены правила землепользования и застройки. И сейчас в разработке документы, нормативы городостроительного проектирования. То есть, они прошли у нас публичное слушание, они прошли различные заседания комиссии. Они были размещены на сайте администрации. То есть, приняты все замечания, они откорректированы, эти нормативы. И сейчас через городской совет мы проведем эти нормативы для дальнейшей уже. То есть, у нас уже будет укомплектована вся нормативная база для дальнейшей работы. Сейчас ведутся работы в связи с тем, что Министерство обороны отказалось от части земельного участка. Это в районе 7 микрорайона. Если немного дальше смотреть, данная территория будет после того, как проведены все работы по межеванию, утверждению границ. Эта территория предполагается под предоставление многодетным семьям. То есть, у нас сейчас очень большой список многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилья в части предоставления земельных участков. То есть, в планах предоставление именно вот этого участка муниципальной земли для многодетных. Какие дороги в этом году вы планируете отремонтировать? В прошлом году был заключен контракт на ремонт определенного перечня дорог, согласно решению судов. Но в силу того, что в конце года были плохие погодные условия, остаточные деньги по этому контракту по ремонту дорог перенесены на этот год. Более того, мы сейчас анализируем те сметы и те объемы работ, которые остались неосвоенными в прошлом году, в части, вот то, что я перед этим говорила, проверки, насколько были правильно сметы составлены, насколько были объемы там заложены верные. И если будут высвобождаться деньги, а они, скорее всего, что будут высвобождаться, потому что есть уже опыт проверки смет, который на этот год у нас уже, ремонт дорог заложен, то, естественно, мы эти высвободившиеся средства будем уже применять на какие-то дополнительные дороги. Готовится новый контракт по ремонту автодорог на 2017 год, в который войдут дороги и проезды внутридворовые. Параллельно ведутся работы по изысканию денежных средств на ремонт дороги Кукуевка, Н3, дороги 8 микрорайона, придомовые территории, не вошедшие в план на 2017 год. Сперечем планируемых реализованных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу». В прошлом году мы очень много говорили о программе энергосбережения, энергоэффективности. Продвигается ли эта программа в этом году? При проведении косметических ремонтов в подъездах, а в прошлом году было достаточное количество выполнено таких ремонтов, тоже вы можете ознакомиться на официальном сайте МУПККП в разделе «Итоги работ». В процессе производства этих косметических ремонтов были установлены энергосберегающие лампы в подъездах. То есть это как один из разделов энергосбережения. Кроме того, управляющие организации работают с населением в части установки индивидуальных приборов учета. То есть это тоже один из направлений энергосбережения. Более того, управляющие организации идут навстречу населению в плане рассрочки платежей по установке индивидуальных приборов учета. В нашем городе совместно с Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике проводится ежегодный фестиваль, приуроченный к Дню города Десногорска и посвященный энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Называется этот фестиваль «Вместе ярче» с привлечением населения и проведением просветительской работы. В прошлом году очень активно ввелся капитальный ремонт многоквартирных домов. Скажите, пожалуйста, в этом году что-то будет уже делаться в рамках этой программы? И учли ли предыдущие ошибки, плюсы, минусы? Конечно, администрация является одним из курирующих структурных подразделений за производством работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. В краткосрочный план реализации региональной программы на 2015-2016 годы вошли дома. Первый микрорайон дом номер 3, первый микрорайон дом номер 10, первый микрорайон дом 15, четвертый микрорайон 16 дом и четвертый микрорайон 17. В 2016 году в вышеперечисленных домах проведен капитальный ремонт по видам следующих работ. Замена внутридомовых инженерных систем, это холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, установка коллективных общедомовых приборов учета, узлов учета. Ремонт внутридомовых инженерных систем, электроснабжение выполнен по адресу 1 микрорайон дом номер 10. Ремонт лифтового оборудования выполнен в 2016 году по адресам 2 микрорайон дома 11 и 4. В 2017 году планируется капитальный ремонт по видам работ, это ремонт внутридомовых инженерных систем, электроснабжение по адресам 1 микрорайон дом номер 3, 1 микрорайон дом номер 15, 4 микрорайон 16 дом и 17. На сегодняшний день проанализированы ранее проведенные процедуры подготовки проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, учтены замечания по участию в проведении общедомовых собраний в определении вида работы, принятия работ по капитальному ремонту с участием управляющей организации и представителями администрации. Планируется ли в городе продолжение жилой застройки? Сейчас ведется строительство жилого дома в 4 микрорайоне номер 44, но в связи с какими-то там, видимо, кризисными проблемами пока приостановлено, но все равно инвестор-застройщик, он готов достраивать этот дом, то есть есть инвестор на строительство тоже многоквартирного дома в этом же районе, в районе 45-44 домов, также обращались в администрацию и рассматривается инвестирование строительства в 5 микрорайоне многоэтажных домов, офисного центра и торгового центра. Также были инвестиционные предложения по строительству большого торгового центра в 5 микрорайоне, то есть рассматривают инвесторы, мы направили им полный пакет документов по данным земельным участкам, то есть все идет в процессе и развиваемся, двигаемся, город строится. Какие планы по ремонту и реконструкции планируются на этот год? На сегодняшний день проведена подготовка смертной технической документации по ремонту фасадов детских садов «Мишутка» и «Лесная сказка», а также ремонт кровли на четвертой школы. То есть это как раз в рамках реализации дорожной карты по реконструкции и ремонту общеобразовательных учреждений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова